У нас есть наша недельная глава Труму, касается вещей, которые у нас сегодня нет, мы не строим сегодня храм, к сожалению, надо молиться, чтобы я стараюсь вода строить. Но где нас касается эта глава сегодня? Я хочу немножко поговорить сегодня об этом. Эта глава нам дает направление в жизни, нам Всевышний за победой в вашей главе Ассуле Микдаш, сделайте мне святилище, место освященное, Бешахан Тебетухан, я буду присутствовать среди народа Израиля. Тут говорится, что замысел, замысел Творца Шивашхина, его присутствие было среди народа Израиля. Известная история, уже Борти рассказывала здесь, повторю еще раз. когда какой-то швейцарский еврей застал в Ишиме, в Швейцарии, молодого человека, который глупо ночью сделал, учился. спросил, как тебя зовут, Арон, за что ты учишься? Чтобы быть, марковалой Шхина, шовечку марковалой Шхина. Марковал, по-русски, колесница. Что значит, колесница для Шхина? Что значит, что человек, который, скажем, присутствует Шхина, он в этот мир приводит Шхину, даже как колесница приводит в место, в окно не сидит. Это просто просто объяснение, что такое понятие марковалой Шхин. Я хочу немножко объяснить. Помню, что это был период, или уже было перед катастрофой, время катастрофы, сейчас неважно. Есть продолжение этой истории, вместе с Рабар Лейбом Штейбном, о какой-то истории рассказывается. Болдомов, в Швецеле еще один очень важный, Бахур, он уже давно не с нами, он умрет 30 лет назад, Рабхай Мари Эрлингер. Он, по-моему, брат Раба Эрлингера из Кольтоев. Он был большим каббалистом и учился в Швейцарии с Рабан Лейбом, и, по-моему, даже был учеником по каббале. И когда, после освобождения из Кольтоев нацистов, Сатмурский Рэбе попал в Швейцарию, то Рабхай Мари Эрлингер спросил у Рабана Лейбом Штейбона, какой квитер написать, что квитер? Приходит, приходит, ходит к Хасидскому Рэбе, сказал записку и просьбу, записку. Спросил его, какой квитер написать. Он сказал ему, напиши, что ты хочешь быть Миракова Лешхина, красницей Лешхина. Он дал тебе браку на это. Пошел к Рабхай Мари Сатмуру, срел на льгот квитер, молодой парень. А кто-то сказал такое написать. Он сказал, приведи его ко мне. У нас встреча уже несколько часов, сейчас не важно. Я тут понял из себя одну вещь. Эти все события в Швейцарии происходили в одной из самых тяжелейших периодов нашей истории. Это было до катастрофы и во время катастрофов, это после нее. И есть такое выражение по-русски, «Не до жиру быть бы живу». Тут тоже сказано «Хохма Богоим Таамин». Мудрость в миру, есть мудрость. Как переведут на наше понятие эту замечательную поговорку. Когда нечего кушать, то не ищут излишеств, скажем так. Когда проблема «Быть бы живу», то не ищут мороженого. Не ищут мороженого. Это время просить о присутствии шхены. «Да». Знаете, почему? Это не излишество. Это сама суть жизни нашего народа. И эта вся тема нашей главы – это удостоница жизни нашего народа. Тоже писала в Велинский Гаон, что нарушение храма – это смерть еврейского народа. У нас есть остаточная жизнь некоторая, так как шхена прошла с нами в изгнание. Это еще одна тема. Но присутствие шхены среди нас – это не излишество. Это не излишество. И это то, что необходимо каждому из нас суть полноценной жизнью. Как можем от этого удостоиться сегодня? Есть Масагат Брахот – место. Там есть такая принципиальная Аллаха, которую, к сожалению, сегодня немногие знают и исполняют, что есть важное преимущество – молиться вместе ты, вместе где ты учишься. Многие считают, что можно будет болеться вместе и у других учиться. Кто же другой? Эта гмара выводит из всех духовных слов, что после расширения храма «эль накадашборху бауламо, эль арбе аморчал аллаха бигвад». В мире Всевышнего в этом мире только четыре локтя аллахи. Еще есть там источник этого. «Ойхава шэм шэрэй циун, шэрэй циун, шэрэм» буквально «врата», «мэцуяным» – отличный аллахой. Это большое правило, что сегодня основное место присутствия шхины – это место, где изучает Тор. Чего-то касается, именно называется аллахой, я сейчас объясню. Давайте немножко посмотрим нашу индивенную главу Трума. И следующая глава – это все главы, связанные с историей Мишкана. Мы обратим внимание на одну простую вещь. В Мишкане было много деталей, много точных мер, длины, ширины, высоты. Каждая вещь на своем месте, у него своя функция. Все вместе, когда все собиралось вместе, это образовало Мишкан с Кинью Завета. И там дальше нам было строить за посудство шхины. Это было служение так называемых «Ямэй Милуим» 25-го Адара до 1-го Ниссана. Известно подобие, кто подобляют человека Мишкану. Человек создан тоже очень четкими пропорциями. И тело внутренних органов, что-то не точно работает, то знаете, чем человек кончается? В больнице или могилой. Какое-то несоответствие не работает. Слишком много сахара, слишком мало сахара. Клетки немножко не те. Опухоль появляется. Человеческий организм – это организм чрезвычайной гармонии. Она нарушается, то эта гармония не является излишеством, скажем так. На чем эта гармония основана? На том, что все части нашего тела функционировали так, как все мужчины, те, чтобы и функционировали цельно. Очень тонкая машина, с многими деталями. С случайно многими деталями. То же самое касается не только внешней стороны нашего тела, это касается и внутренней стороны. Известно, что тело соответствует заповеди. Количество заповедей положительных, соответствует количество органов тела, а заповедное количество жил. В рамах шасах известны вместе, общается тарьяк. И смысл заповедей – это исполнить волю Творца цельно, ясно, в нужное время, нужным способом и в четкой гармонии. Когда человек скажет, «Какая разница Всевышнего, когда я читаю «каряд шма»?» До этого кончено время или после. Я читаю то же самое «каряд шма» с тем же настроем. Какая разница? Я предлагаю сделать другой эксперимент. Я иду, и мне надо попасть, допустим, быстро вниз. «Каряд за Всевышнего, как я пойду?» Пойдусь по лестнице, в лифте или прыгнусь через окно. У меня слава Богу, слава Богу, хорошее намерение, так почему не прыгнусь через окно. То есть, каждый втылен, то, что мы говорим, точнее, должны говорить каждый день. Сказали «зимра хок нитан волоя воло». Дан Всевышний закон, который я не нарушаю. Вот детали, детали, как исполнить волю Творца – это и есть понятие Аллаха. Аллаха. То есть, как есть священное общее понятие воли Творца, желание Творца. То есть, называют Всевышнего «энсовборогу», бесконечным. Это понятие каббалистов. Он говорит, что его воля Творца, она бесконечна, бесконечна. Но у него есть воплощение и в нашем материальном мире. Воплощение в том, что в такой ситуации поступает так, в такой ситуации поступает иначе. и раскрытие воли Творца в нашем мире – это происходит в силу глубокого, серьезного изучения Торы, через которое раскрывается Аллаха. Аллаха. Аллаха сейчас не имея в виду, чтобы человек читал Кицур Шухана Руха. Очень важно, между прочим, читать Кицур Шухана Руха. Но есть то, что называется источник Аллахи. Аллаха – это место, где люди трудятся на Торы, как Хапицхай, как Хазуныш, Бенешхай и другие, когда трудились над Торой, письменной, устной, Мишна, Тосефта, Гмара, законодушителей, чтобы из всего этого вывести ясную Аллаху. Ясная Аллаха – это раскрытие воли Творца в нашем маленьком, низком мире. Как в этом мире можно прилипеться к воле Творца? Когда мы постигаем Аллаху, вводим Аллаху в наши головы, в них раскрывается воля Творца. Когда мы исполняем Аллаху, исполняем, и наше тело освещается светом воли Творца. И эта вещь требует безусловно, это большая работа. Поэтому одна из принципиальных вещей – это суть понятия, человек называется «миркавала шхина», что Бог именно своим постижением воли Творца раскрыл его в этом мире. Часто я раскрыл его для самого себя. У человека часто есть другой замысел Всевышнего о них, что нужно в этом мире исполнить. Поэтому и Тора раскрывается немного иначе, но, без слов, в рамках общепринятой Аллахи. Не в ней ее ни в коем случае. Для этого человек должен трудиться над Торой, искать в ней волю Творца, чтобы ее исполнить. И это способ, чтобы мы и сегодня можем удостоиться присутствия шхина. Это, в частности, причина, чтобы мы молились в том месте, где мы учимся. Почему? Так как Тора – это то, что сказано и в Перкаяводе, или еще в другом месте – массажный проход. Человек занимается Торой, с ним присутствует шхина. Когда это место становится местом изучения Торы, местом присутствия шхины, а то, безусловно, когда мы молимся, мы стоим перед царем, чтобы место было подходящее, чтобы там присутствовал царь. Это место Торой. Хочу казнуться еще одной важной вещью. Меня могут сказать, ну, сегодня, допустим, в Ешивах, они всегда учат Аллаху. Учат Гмару, даже вещи неактуальные. Это правильно. Именно так надо начать учиться. Потому что, чтобы вывести Аллаху, понять замысел Творца, необходимо, чтобы человек приобрел, он прилепил свой разум к разуму Творца, он постиг способы вывода, способы мышления, которые Петухович нам заповедовал, чтобы вывести закон. И это, тоже называется, глубокое изучение Торы. Его истинное место – это наши святые Ешивы. Это место, значит, Тора передается через поколение в поколение. А дальше, когда человек получился в Ешиве, как подобает, то дальше у него уже, когда было умение понимать, изучать, постигать глубины Торы, то дальше, пожалуйста, не даже пожалуйста, необходимо учить Аллаху. Вот источник ее – фотоаплантической Аллахи. Тогда он достоинница присутствия Ашихины. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok